всем привет меня зовут мистер ченнинг у меня есть мотоцикл мечта харли дейтс народ ким классик 97 года давненько мы с вами не обозревали объявление с электроглайдами вы знаете любимое мое занятие это смотреть объявление с электроглайдами и составлять найти некоторый такой список с индексом электроглайд то есть по этому индексу по стоимости электроглайдов мы сможем немножко попробовать оценить состояние вообще мото рынка и в частности рынка с поддержанными мотоциклами харли дейтсона в россии потому что после событий которые случились весной до перед весной цены подскочили вверх но сейчас есть такие положительные тенденции которые я думаю что мы сейчас в объявлениях с вами увидим традиционно мы с вами вбиваем по всем известный сайт я как-то от этого отталкивались уже остальные там сайт форумы не смотрю уже уже начал изначально скажем так здесь вести свою деятельность по оценке так состоянии мото рынка и продолжаю просто набираем здесь harley davidson электроглайд наша задача какая найти значит самые дешевые harley до 500 тысяч рублей чтобы они были с документами чтобы они были в состоянии сел и поехал в закат ну и чтобы требовали скажем так минимальных каких-то вложений и так вот вели harley davidson электроглайд во всех регионах найдено у нас тут 181 объявление кстати тут посмотрел предыдущее видео в предыдущем видео было порядка по мосту объявлению по всей россии а сейчас можно сказать почти в два раза больше но тут сам первых harley за 750 рублей так предполагаю что из 750 тысяч рублей а не 750 рублей но вот так вот указана цена вот так самый дешевый электроглайд у нас начинается от 352 тысяч рублей давайте посмотрим что это за электроглайд мы с вами видим что электроглайд такое разукомплектование да нет валенок нету кофров нету центрального кофра можно почитать описание но это вот самый дешевый электроглайд на сегодня он после какой-то аварии давайте почитаем что тут написано в описании 91 год 40 тысяч километров пробега из сша в 2021 году восстановилась после дтп мотор работает передача переключает свет работает цикл требует дальнейшего восстановления находится в минске хочу за него 5100 долларов но не знаю минск и 350 тысяч и такое состояние мне кажется мы найдем поинтереснее варианты сегодня едем дальше электроглайд смотрите с коляской 88 год 360 тысяч рублей при этом он стоит 410 тысяч это компания продает на частный лицо компания всем известная крошит то есть еще это не реклама это просто смотрим объявление кофр не родной видимо полицейской версии коляска не с той стороны потому что в японии движение левосторонние у нас правосторонние так ну по фоткам как бы ну плохой такой вариантец коляска это как мы тут в чате в нашем замечательном уже пришли к выводу о том что электроглайд это терминальная стадия терминальная стадия харлеводства когда у тебя электроглайд с коляской на коляске еще кофр поставлю давайте почитаем описание 88 год 18 тысяч километров пробега наличие в владивостоке подразумевает дистанционный покупок ну 360 тысяч как бы неплохая заготовка неплохая заготовка надо уточнять состояние что там как там но за 360 тысяч это на сегодняшний день это очень-очень доступно дальше электроглайд смотрите 399 тысяч напомню что мы смотрим до 500 тысяч до сегодня хоррее 91 год 72 тысяч 72 тысяч километров пробега смотрим черненький нет турпака такой внешне внешне довольно ухоженный довольно ухоженный хром вот надпись скринами люк воздушный фильтр и что он означает я не могу вам сказать потому что мне кажется воздухан тут не от этого мотоцикл в состоянии близком к стоку внутри странная оптика валенки цвет но я имею ввиду окрас могут позволить предположить что все-таки соответствует описанию давайте почитаем продам свой электроглайд evolution 21 года выглядит и звучит и едет отлично подкачка спереди сзади полностью обслуженно заменены кп это коробка передач наверное генератор и регулятор все же установлен серьезно музыка звоните пишите спрашивайте предлагайте всем добра но вот такой вот вариант из до 400 тысяч рублей но это все это все старые электроглайды то есть еще старая панель это 95 96 года едем дальше смотрите электроглайд 2005 года 2005 год этот твинкам за 410 тысяч рублей нюанс видите дуга и нюанс пока смесить защелка кофра крыло передние тут помню немножко смещен ну нюансы по косметике но надо выяснять свое техническое состояние и если с рамой ничего не произошло потому что удар вот видите то 410 тысяч рублей за такой мотоцикл но на сегодняшний день это ну да вот кофра тут потрескан это это совсем недорого прям вот реально недорого год назад с вами за 500 тысяч не могли там вообще 400 тысяч не могли ничего нормального найти а тут 410 тысяч рублей но в любом случае надо уточнять данном экземпляр да даже компания хорошо то есть harley davidson evolution 410 тысяч рублей 95 год 20 тысяч восемьсот тридцать девять километров вот такой вот электроглайд значит без валенок почему-то покрашены стаканы передние с подстаканником кстати но панель уже полного образца или нет ну раскраска родная но почему-то на двигателе какой-то то ли хром облез то ли это какая-то комплектация он будет мотор даже на этом мотоцикл вообще вот здесь вот краски нет на домиках да на корпусах гиброкомпенсатора нету хрома не на крышке на рокер боксах что-то как-то как-то непонятненько хотя с этой стороны вроде как вот следы какие-то то ли краска то ли тут хром уже по облазил здесь ведь аж метки хрома мне кажется и картов должен быть черным куда все подевалось что с ним случилось где он был но видно что на мотоцикле куда-то там путешествие ну внешнее состояние принципе ничего вот если вы не эти алюминиевые алюминиевая отсутствие хромированных вот этих всяких деталей на моторе срочно отличное состояние мотор эво эволюшн 1340 последний стоящих ролей самым удачным мотором с огромным ресурсом рф визион в 2020 году поставлен на учет 27 05 2022 птс бумажный не электрон масла везде заменим мотор первичка кпп новый аккумулятор люле-регулятор причина продажи перри есть но не знаю вариант можно принципе рассмотреть все границы напрягает немножко что что у него стало с хромом аматоре и краска дальше электроглазит смотрите за 460 тысяч рублей сразу скажу что тут не родной не родное крыло не родное колесо валенки какие-то непонятные стоят цвет не родной с баком что-то сделано знаете под пытались пытались с ним сделать но видимо закончились это какой-то срок силы на переделки потом черный цвет покрашен крышка почему-то стоит ну такой себе знаете вполне так это выглядит такой колхозник ну конечно это на мой на мой вкус скажет так и цвет ну давайте посчитаем писать 88 год 65 тысяч километров пробега владимирская область мурман он продает час на лицо это хорошо продается электричка на легендарном его надежным железным как рельс на мопеде полноценный стэнж 2 узкого выпуска распредвал индус с максимальным фазами на родных рокерах едет гораздо веселее 88-го длинкам а не знаю такой себе руль пол яфи переднее колесо свежего туринга диодная фара китай на свет на удивление трубы сф с благородным слугам изложений я бы поменял заднюю резину после 150 и зад начинает мотать больше вложений мопед в отличном состоянии нет мы видели с вами сегодня более таки стоковые едем дальше смотрите электроглайд 2003 года но это тоже продает его крашу то есть но мотоцикл наличие во владивостоке 2003 год 28 тысяч километров пробега юбилейка внешнее состояние неплохое относительно опять же надо все тщательно смотреть проверять перед покупкой руль не родной зеркала не родные где это ставилось непонятно валенок нет валенков валенок валенок валенков нет вот ну и 28000 миль на самом деле на километрах то есть где-то 40 тысяч километров ну это такой ход маркетинг по шарпости по шарпа по шарпана короче и ну понятное дело что эти мотоциклы мотоциклы не смотрим до самом-то как между рынка ожидают что-то тут такое прям от них супер состояние конечно не приходится с мотоцикл в любом случае с каким-то нюансом 2005 года электроглайд компания компания давайте посмотрим отчасти вот есть мотоцикл он правда в беларуси юбилейный 485 тысяч рублей юбилейка внешне прям очень хорошо очень хорошо валенки есть ну видно что вроде как даже ухоженный ухоженный мотоцикл линтиков правда здесь не такая петля ну вот у него еще линькам зеркала почему стоит старого образца ну мне так не хотелось поставить ну а мы по циклу ходим в белой мэйси если он проходной на россии в принципе 485 тысяч рублей цена вполне приемлемая для россии смотрите электроглайд 95 года этот оход мотоцикл на смену 95 год но цвет прям векте коричневый коричневое сиденье аккумулятор тоже стоит под правым кофром у нас там бак вот здесь очень находится под правой крышкой и на переднем цилиндре мы видим между головкой и цилиндром да вот здесь такое запотевание исключено что кранты прокладки между головкой цилиндра и цилиндр надо смотреть смотреть заводить диагностировать на фоне всех остальных что мы смотрим 400 тысяч рублей кажется как бы завышен минск минск маска 500 тысяч рублей 2005 год 89 тысяч то есть сразу закладываем на чужители турпак ниже валенок ниже карбюраторная скориция новоцикл потому что валифан капля ну такой вот женщина там какая-то красненький пимотоки кстати они такие стояли ну неплохие пимотоки ну нет турпак давайте почитаем описание без торга продаю электричку классика я приобрел в феврале а в флот мод действует их гарантия какая может быть гарантия я вообще не знаю если кто покупал в флот моде обязательно пишите какая там их гарантия на что она распространяется мне кажется гарантии на бушную технику в автомобиле машины ну мало мало кто там дает где-то там где-то 10 км пробега гарантия ну потому что с бушным мотоциклом на самом деле много чего может случиться после того как ты начнешь на него ездить мотор на карбюраторе установлен полный красивый комплект прямотоков включая коллектор 2.2 зло благородный бакс воздушник сндс скольки и провода скрим и ныгл задней передачи все жидкости заменены перед сезоном резина также после покупки заменена новой осмотр по договоренности покупал в феврале то есть не исключено что он покупал просто на взлете чтобы там сохранить сохранить денюжки да побежал купил а сейчас как мы видим этих королев 500 тысяч ну и электроглайд смотрите за 500 тысяч рублей интересное объявление 2007 год 50 тысяч км пробега внешне прям почти идеальный мотоцикл да внешне вообще отлично замечательно прекрасно но к сожалению у него неисправен мотор с генножественным мотором самая большая беда может что случиться это кривой коннервал все остальное грубо говоря касается навески компенсатор некомпенсатор генератор не генератор относительно за небольшие деньги ну как небольшие там 50-70 тысяч компенсатор стоит можно поменять вот но тут проблема посерьезнее вот такой вот мотоцикл проблема с ДВСКНК в 26 вот вся боль в этих трех словах ну и давайте посмотрим оранжевый кашель то есть давайте вот посмотрим электроглайд вот за 520 тысяч рублей ну чуть выше нашего бюджета на 20 тысяч рублей грубо говоря закладываем на торг цвет не родной нет турпака сиденье тоже мне кажется не родное может быть от более новой модели так что я еще тут вижу что я еще тут вижу прямоток один стоит нету дуг на этих на кофках рейлингов в общем такой такой себе вариантиц мы видели получше естественно карбюраторе читаем описание первый владельц в РФ но описание тут прям такое измешинка там передний вилк смотрите описание нормальный бумажный ПТС мотоцикл находится в Омске привозили в Типоне в двадцатом году через мотолайс с пробегом 8000 км по приезду мотоцикл был разобран обслуженный перекрашен инфига так делать ну непонятно резина шинка ладно тормоза перед обслуженной суппорта замена колодок передняя вилка обслужена замена сальников у меня пробег больше 160 тысяч км я еще сальники не менял за 9 лет ни разу это так вам для справки задние аморты обслужены что в задних амортах обслуживать я не знаю задних амортизаторов ну максимум можно масло поменять а замена сальников смотрите давление держит у меня сальники потекших сальников ни разу не было я менял амортизаторы в 2018 году но они по причине того что там потекли сальники по причине того что там побежала через резинки сверху это не сальники это круглое уплотнение видео об этом есть на канале значит передняя вилка обслужена замена сальников так это мы читали давление держит карбюратор почищен обслужен двигатель замена маслосъемных колпачков прокладок и поршневых колец на пробеге пробег 1100 км зачем это делать не понятно на самом деле замена маслосъемных колец и поршневых колец пробег должен 1100 км что то что то тут короче не чисто коробка замена сальников коробки у меня все сальники стоят родные если что стартер замена бендикса то есть прямо на мотоцикле меняли все праймери новые диски сцепления у меня диски сцепления еще родные стоят замена передней подушки переднюю подушку я поменял парфилактически года тоже 4 назад или 3 назад ну с ней как бы ничего на пробеге 130-140 тысяч километров ничего не произошло непонятно короче ну и тут все вот в таком духе крейсер 120-130 держит уверенный расход топлива по трассе 5-7 литров в зависимости от режима езды так стоимость соответствует состоянию да можно приобрести мотоцикл без пробега по рф за меньшую сумму но быть реалистом 20-30 летний воздушник рано или очень рано попросит все вышеуказанные сервисные операции ну нет это неправда потому что я купил да Harley у меня сальники там родные стоят я на нем ездил еще с пробегом 58 тысяч миль я купил и ездил за заменой поршневой еще очень долго люди так же покупают и ничего там минимальные вложения поэтому то что здесь написано надо вот так вот сквозь пальцы смотреть на это даже не сквозь пальцы а ну что то что то в общем не чисто человек купил зачем то там все поменял переделал перекрасил ну может мотоцикл изначально просто в очень плохом состоянии потому что смотрю резинки прям менялись все непонятно вот такие вот объявления на сегодня посмотрели да индекс электроглайдера и видно положительную динамику в плане снижения цен а снижение цен наверное происходит из-за того что вот курс доллара упал компании там те же самые там крашат то есть там всякие хот моды они насытили насыщают моторынок в частности карлиев бушными мотоциклами и за границей без пробега да по низкой стоимости и частники когда подают объявления они отталкиваются они отталкиваются все-таки от средней рыночной стоимости мотоциклов да и они уже ну смотрят ставят цену вот это плюс-минус вровень с рыночной стоимостью и это замечательно потому что в прошлом году мы до 500 тысяч рублей по-моему 10 или 11 месяцев назад посмотрели там мотоциклы были ну близкие к среднему и и хуже состояния а тут вот мы прям видим что выбор мотоциклов достаточно большой до 500 тысяч рублей это ну это хорошо замечательно цены идут вниз есть из чего выбрать но в любом случае выбирая мотоцикл да будешь любой нужно отталкиваться от его состояния от истории обслуживания от юридической чистоты и вот это вот все вам позволит вот эти вот моменты выбрать более-менее такой вариант потому что по хорлей нужно смотреть не пробег да вот пожалуйста пробег 8000 километров да пробегом 8000 но поменял там все но можно найти хорлей с пробегом сто тысяч километров который будет в неплохом состоянии за которым следили и на котором большая часть узлов скажем так что родная нужно смотреть по состоянию ну и подходить к покупке с холодной головой так что цены цены пошли вниз и это здорово ну а сегодня с вами был мистер Ченнинг надеюсь вам как всегда было интересно посмотреть данное видео у нас есть telegram чат ссылка на него находится в описании можем там пообщаться скажем так офлайн напомню что каждое воскресенье на моем канале в 19 ноября начинаются традиционные харлей стримы иногда с фоновой темы иногда не с фоновой темы мы обсуждаем всякие разные темы потому что харлейводом да и во всем этапистам есть всегда о чем поговорить поэтому кому интересно welcome к нам на стримы и так немножко знаете мимо темы у нас есть замечательный наш адепт феликс он продает свой электроглайд 98 год evolution на карбюраторе с пробегом 36 тысяч километров из японии в хорошем состоянии металлический сапун задняя передача 650 тысяч рублей с торгом если вдруг интересно заходите в наш telegram чат ищите феликса и он в принципе практически всегда на связи и возможно ваш скажем так электроглайд ждет вас у феликса ну 650 тысяч немножко так дороговато на фоне тех объявлений которые вы посмотрели но все таки там состояние замечательное и он не спешит в продажу специально поставил такую стоимость чтобы его не продать так что так что как то так ну а сегодня с вами был стопченинг всем вам большое спасибо за внимание за комментарии за поддержку всем желаем крепкого здоровья счастья удачи всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч